Добрый вам вечер, доброй вам ночи от одного берега до другого. Рад приветствовать вас именем Иисуса Христа. Итак, друзья, приготовьтесь, я предоставляю специальных гостей, служителей Господних, также моих друзей. Это старший пастор церкви Жатва или Harvest Christian Center, прямо из Сиакла, штат Вашингтон, пастор Питер Кулакевич. Приветствую. Приветствуем, добрый вечер. Добрый вечер. Очень рады быть на программе. Рады. И, кстати, это не твой дебют, ряд из зрителей знают тебя, прекрасно знают тебя. Почему? Потому что было такое время, что ты был на программе «Влияние» даже несколько раз. Спасибо. А также не менее известный Николай Кулакевич. Приветствую также тебя. Добрый вечер, приветствую. Николай Адамович и Петр Адамович. Этим всё сказано. Какие-то родственники прямо, да? Благословенная помазанная семья Кулакевичей. Кстати, буквально короткое время назад видел себя с вашим братом. Прямо в Киеве. Который с Аляски в Киеве, да? С Аляски в Киеве. Чем семья, семейство Кулакевичей уникальна тем, что все в служении. И Николай хочет сказать, а как же по-другому? Даже вы и не видите себя вне служения. Да, это уже не первое поколение так. Вау, вау. То есть вы служители какого поколения? Третье. Третье? У нас дедушка был пастором в церкви. Родители, конечно, в служении. Ну и мы тоже. Я предоставлю… Ты мне помоги. Николай Кулакевич несет пастырское служение. Ты активно в течение почти 20 лет был в служении Рика Реннера. Начинали вместе еще Елгавская библейская школа. Он служил там. Потом было время, несколько лет, когда я был в другом городе, в Даукупинсе. Это было в Латвии. И затем с 97-го года мы уже непосредственно вместе работали. Латвия, потом Россия, Москва. Здорово. Кстати, вы вместе Елгаву начинали, да? Да. Это был 91-й год. После двух лет жизни в Америке мы возвратились обратно в бывший Советский Союз на то время. И начинали Елгавскую школу. И затем что-то произошло в твоем служении, что буквально несколько месяцев назад Господь Крылья Зары тебе приделал для твоей семьи и переместил тебя в штат Вашингтон. Да, но после 19 лет мы эмигрировали в Америку второй раз. Первый раз был 19 лет назад, нет, 21 год тому, да, в 88-м году. И потом 19 лет служения там в бывшем Советском Союзе, ныне покойном Советском Союзе. Да, и теперь мы возвратились снова в Америку, но уже если туда с двумя чемоданами, то обратно мы вернулись уже всем станом, с женой, с детьми, уже всей семьей мы обратно. В России у тебя родилось трое детей? Нет, у нас все серьезнее. У нас старшая дочка родилась в Литве, сын родился в Латвии, потом младший сын родился в России, ну а теперь мы в Америке, понимаете, да? Полный интернационал. Да, у нас семья такая международная, разные языки, разные национальности. Кстати, а ты, кроме того, что ты помогал пастору Рику, наверное, был его первым помощником, ты, кстати, также долгое время переводил его. Я переводил тоже, да, был переводчиком на этом поприще много лет. Потому что мы помним, мы помним программы и помним, да, те программы, которые ты переводил. Твое служение уникально. Ты не просто так переехал в Америку, то, что я слышал, и это хочу услышать в прямом эфире из твоих уст, слышал со стороны от других, не просто для того, чтобы бананы, спелые апельсины кушать, иметь красивые машины, но у тебя также есть видение и видение для того, чтобы расширить в Америке тот вид служения уникальный, который Бог тебе дал. И служение, которое вы основали со своей женой, называется… Вместе на всю жизнь. По-английски «Together for life». Да, и это то, вообще семейное служение, это то, чем мы занимались вместе с Ренатой на протяжении последних, ну, достаточно многих лет, ну, почти что 10 лет. Мы занимались это вначале, это было в рамках церкви «Благовесть» в Москве, потом дальше, дальше, и как-то мы почувствовали, что это то направление, в котором надо двигаться, потому что нужда в этом плане очень большая, очень серьезная нужда. А, ну, работы делается недостаточно, правда, и внимания недостаточно уделяется этому и в церквах, и это и в Украине, в России, и то же самое мы видим в Америке. И вот как раз это то служение, в котором мы сейчас будем двигаться дальше, уже здесь, находясь в Америке. База теперь у нас здесь. Здорово. То есть ты имеешь базу сейчас в Сиатле? Да, так точно. Как, пастор Питер, ты принял в команду, наверное, с открытыми объятиями? Мы в большом восторге. Да, как услышали, что после 19 лет Николай и Рената возвращаются обратно в Соединенные Штаты. Мы ожидали, что они приедут, будут частью служения. И поэтому это большая радость для нас, как для церкви, для семей, для семьи. Потому что мы и вместе, когда мы приехали в Соединенные Штаты, мы провели несколько лет в библейской школе тоже. Господь как-то нас направил так. Не просто как братья в каком-то, знаете, ну, бывает в бизнесе или в каких-то вопросах, но действительно в деле Божьем. Поэтому это было время обучения вместе. Потом мы уехали вместе с большой командой американцев в Елгаву. были частью команды там, работали вместе. Потом наши пути разошлись на 17 лет. Вау. Да, в разных странах. На 17 лет. После 6 лет я возвратился с бывшего Совета, или уже с бывшего России, или бывшего Советского Союза мы возвратились в Америку. А Николай после 19, поэтому это такой приятный реюниен. Здорово. Ну и, кстати, ряд из вас знают, друзья. Друзья, пастор Питер принял у меня служение, то есть мы не новички в служении с пастором Питером. Харвард Крещенцентр, благословенная церковь, благословенная. Мне кто-то задал сегодня вопрос, где я являюсь частью. А, Павел Стифовул говорит, где ты частью? Я говорю, неизменно. По церквам не бегал. Почти 20 лет назад Господь поместил меня в церковь. И с тех пор я незыблемо уже на протяжении многих лет. И я благодарю вас, пасторя, за то, что вы великодушно пока не отвергаете меня. То есть я являюсь пока частью. Пожизненно, да? Пожизненно. До пришествия. Пастор церкви Жатова. Мы так и воспринимаем вас, Юрий Михайлович. Спасибо, спасибо. Друзья, я обратил внимание, Николай, что ты отметил такое, что проблема семей, взаимоотношения в семьях – это одно из тех служений, куда Господь в последнее время тебя только активно поместил. Конкретно поместил и тебя, и Ренату, твою супругу. И знаете, пастори, что я заметил? Что если в России, последние 20 лет ты работаешь в России, работал, ты видишь, что Бог воссоединяет семьи. Такие кувшины разбитые, с обломков снова восстанавливают. Сколько семей, те, которые некогда были семьями, потом разошлись, но в Боге, они встретились с Господом, снова соединяются. Таких тысячи-тысячи примеров, что пастор уже сказал. Через многие года Господь снова восстанавливает семьи разбитые. Тенденция в наших, к сожалению, христианских семьях в Америке к противоположному. Находясь в церквах, по 5-10 лет, слышишь – развелся, развелся, развод, развод. И задаешься вопрос – а подожди, так они что, далекие от Бога? Да нет, они члены церкви. Развели? Да, развели. И эта тенденция, скажем, как снежный пол, увеличивается, увеличивается. Поэтому, когда я услышал название вашего служения «Вместе на всю жизнь», я понял, что Господу видно угодно, не видно, а точно, чтобы вы начали работу в этом направлении. Те из вас, пастыри, которые в процессе нашей беседы, вы сочтете нужным и увидите важность, необходимость и злободневность поднимаемой темы, у вас будет уникально и есть уникальная возможность пригласить эту благословенную семью Николая и Ренату, которые начинают проводить специальные конференции здесь в Америке, церковные конференции, межцерковные, на тему семья, брачные, добрачные отношения. Мы об этом много будем говорить. И поэтому у вас уникальная возможность, даже если вы знаете, кто-то из ваших пастырей, ну как, найдет нужным, после того, как вы расскажете им, что была такая программа на импакте, мы ставим координаты Николая, его служения, чем он занимается, где его найти, как его найти, и передайте пастырам вашим, обязательно, если они нас не смотрят сегодня, что была уникальная программа относительно уникального служения, которое воздвигается здесь в Америке. Итак, пастырь Николай, тебе слово, наверное. Но не так давно, несколько месяцев назад, мы в Москве еще были в тот момент, и мы с Ренатой встречались с пятью парами молодых людей, которые должны будут пожениться в ближайшие шесть месяцев. То есть в нашей церкви есть такое правило, что прежде чем мы обвенчаем кого-либо в церкви, они обязательно должны пройти курс добрачного консультирования. И так как церковь достаточно большая, мы не встречались с каждой парой по отдельности, это по времени нереально. Мы набираем там от пяти до десяти пар, и мы с ними встречаемся и проводим порядка десяти уроков. И мы обсуждаем все-все-все, с чем им придется столкнуться. Я помню, чем уникальна была эта встреча. Мы собрались первый раз за таким огромным столом длинным, и я попросил каждого из них очень коротко поделиться о том, в какой они семье выросли. Ну, несколько вопросов задал им буквально, как были отношения ваших родителей, кто в доме управлял, и какая была атмосфера в семье. И я был просто шокирован. Оказалось, из десяти вот этих людей, пять парней, пять девушек, которые собрались жениться, во всех десяти случаев, это были все из неверующих семей, то есть они покаялись не так давно, во всех десяти случаев отношения родителей были плохими, мама была главой семьи, то есть ни одного случая, где бы отец был главой семьи, и у всех был плохой. Я спросил, а вот скажите, как вы считаете, вот какой образец семьи вы имели? Каждый из них сказал плохой. И вот они сидят передо мною все десять человек, да, и я себе думаю, «Господи, как они будут строить свои семьи?» Ни у одного, ни один из них не видел хорошего, из десяти ни один из них не видел хорошего образца. Но, слава Богу, они сейчас в церкви, да, если они сильно начнут искать Господа, искать, ну, понимание, мудрость относительно строительства семьи, да, у них, конечно, есть шансы. Но я увидел, насколько люди вступают в брак абсолютно неподготовленными. Вообще, вообще, так на тебя ни на какую работу не возьмусь, если ты не подготовлен, понимаете, да? Люди, чтобы стать хирургом, вообще десять лет учатся. А тут такое серьёзное дело, как построить семью, да, у людей ноль базы, ноль понимания, прошлое вообще никакое. И поэтому вот в тот момент, я думаю, в нашем служении мы с Ренатой увидели, что очень большая часть нашего служения будет сосредоточена именно на молодёжи. Начиная с подростков, с двенадцати лет, да, и молодёжь, конференции… Почему с двенадцати? Почему с двенадцати? А потому что вообще подготовка к семье начинается значительно раньше, к строительству семьи. Намного раньше. Она должна закладываться с самого детства. И это и стереотипы, и типы поведения, и отношения. Это всё зарождается раньше. Но вопросы, которые мы поднимаем на конференциях таких для молодёжи, да, мы очень откровенно говорим обо всём. И это вещи, которые дети узнают очень рано в школе ещё от друзей. И зачастую, чаще всего, они получают информацию в искажённом свете. В неправильном свете. Абсолютно всё искажено. Но мы стараемся каким-то образом сбалансировать. И вы знаете, мы, конечно, говоря об этих вещах всех, о строительстве семьи, мы очень серьёзно, очень откровенно говорим. Я бы сказал, даём некую такую встряску, чтобы у молодых людей ушла эта иллюзия. Такого, ой, мы такие влюблённые, мы поженимся, мы так сильно любим друг друга, и у нас всё будет хорошо. Пастор Питер, ну уж хорошо. Вот глазами пасторя, пожалуйста, помоги разобраться. Тем пасторям, которые считают, что нет, наше чадо находится в церкви последних 15-20 лет в Америке, и нам достаточно, информируя его в процессе богослужений, давая ему какую-то проповедь, порцию какой-то информации, откровения, достаточно, какое консультирование, какие семинары, стоит ли это делать. Пожалуйста. Ну, на протяжении лет, проводя служение, и помимо остальных вопросов, которые нужно решать в служении, ну, пришлось проводить много бракосочетаний. И когда мы проводим бракосочетание, то, ну, перед бракосочетанием мы проводим беседу или предбрачное консультирование при Marital Canceling. И я много раз встречаюсь с очередной парой, которую нужно венчать, ну, допустим, в зависимости от времени, через неделю, две, три, пять, в зависимости от того, когда удается спланировать предбрачную консультацию, множество раз, задавая прямые вопросы, что вы делали для того, чтобы подготовиться к браку. Вы читали христианскую литературу, сколько вы посетили семинаров, обращаясь к молодым девушкам, насколько вы готовы физиологически, понимая даже медицинские вопросы какие-то, физиологию, не говоря уже молодому человеку, задавая такие вопросы. Люди часто смотрят на меня с таким странным видом. Какой вопрос? О чем идет речь? И задавая прямые вопросы, разрешение конфликтов или основополагающие ценности семьи, брака, или задавая вопросы какие-то, знаете, производящие конфликты в семье, люди часто вообще не ориентируются. Как вот пастор Николай сказал, мы влюбленные, у нас будет все хорошо, мы поженимся, все будет прекрасно. Поэтому, слыша об этом служении, то есть я, допустим, очень вдохновлен этим, потому что многие семьи женятся, выходят замуж, женятся. И слава Господу, когда вот в наше время, живя уже здесь в Америке, семьи крепкие, держатся, ну, проходят через многие трудности, как-то впадают в какие-то проблемы, потом как-то поднимаются. Но есть ситуации очень печальные. Но глядя вот на жизнь молодых людей, которые вступают в брак, мы тоже самое приводим примеры. Для того, чтобы доверить человеку, скажем, в армии доверить какой-то, ну, военный самолет, который стоит, ну, несколько миллионов, сколько он должен учиться для того, чтобы посадить его туда. Семья и брак намного сложнее этого военного самолета. Это самое простое — посадить человека за руль автомобиля. Это теоретическое обучение, практическое обучение. Но глядя на то, что делается в христианском мире сегодня для подростков, для молодёжи, какая подготовка проводится с ними для семьи и брака, очень часто нулевая или очень минимальная. Поэтому многие проблемы, которые впоследствии встречаются в семьях, они коренятся в подростковом возрасте, в молодёжном возрасте, где не было уделено внимания на определённые вопросы, которые подготавливали людей для качественного семьи и брака. И многие избежали бы многих болей, проблем, разрушений, если бы эта возможность была бы у этих молодых людей. Поэтому я очень рад этой возможности и этому видению, которое вот у Николая Ренаты в этом служении. И я верю, что это произведёт большие перемены, даст Господь жизни в будущих семьях, которые, проходя подобную, как бы сказать, подготовку, семинары, и когда на это будет уделяться большое внимание, это произведёт большую перемену для будущих семей. — Смотрите, пастыри, даже в рамках нашего служения, в рамках нашего служения, те письма, некоторые я сегодня получил, озвучивать не буду, но те письма, которые мы получаем, там тревога, настолько родительская тревога, отцовская тревога относительно того, что их детей начало, как мы говорим, куролесить, штормить, бросать. И целый ряд служителей в тревоге, в огромной тревоге. Почему? Ну, для прямого эфира скажу, так как есть, мы должны быть открытыми, как на духу. Один из пастырей делился со мной, говорит, Юрий, сосчитывал несколько последних браков, и говорит, не она не сохранила свою деву. Да, это дети верующих родителей. Не он не сохранил свою деву. И говорит, я просто и в посте, говорит, за них был почти целую неделю, потому что я же понимаю, что это такое. И говорит, мне надо было взять, а родители просто не то, что заставили, но принудили. Давайте, вот вам надо уже, вот вам надо, вам надо. И говорит, все, что я мог сделать за такое время, а уже события разворачивались, что их надо быстро сочетать. И говорит, все, на что я пошел, это прибыть в долгом посту за эту семью, потому что я же понимаю, что такое ложить руки на их головы. То есть, этот один из последних даже случаев, он показал мне, что в наших христианских некогда незыблемых семьях, друзья, да вы проедьтесь по ночным улицам Сакрамента, это тревога, которая вызывает серьезные опасения. Организовалось несколько ночных клубов, и там вся молодежь, подростки, 15, 16, 17, дети верующих родителей. Это же, и что, это будущее, будущее семьи, это будущее крепкая церковь. Я не с тем, чтобы тень бросить, но я с тем, что Господь как раз ставит вас в это уникальное время, тогда, когда многие просто разводят руками и служители из нас, вместо того, чтобы действительно взять и вести за руку. И готовить к этому процессу заблаговременно. Наверное, для этого, то, зная эту проблему, и видя эту проблему, вы и начинаете уникальное служение по семинарам, консультирование, потом конференции всевозможные, церковные, межцерковные. То есть, поделись, пожалуйста, с программой вашего служения, вашей работы. Ну, интересно, что поначалу, когда мы как бы только вовлекались в это служение, мы больше внимания, конечно, уделяли уже существующим семьям. И мы и продолжаем это делать, потому что мы продолжаем и семинары, или конференции. Одна из форм, которую мы делаем, это трехдневная выездная конференция, когда мужья и жены на три дня мы выезжаем, и три дня такое, знаете, полное погружение. Мы это делали и в России, и в Прибалтике, и в Америке мы это делали, и на восточном побережье, в штате Индиана мы делали тоже не так давно. Или просто вот несколько дней конференции для семьи, где мы уже, ну, как бы говорим о созидании семьи, отношения, много-много всего. И последние годы, как я сказал, мы продолжаем то делать, но мы увидели, насколько серьезна вот эта проблема. И если больше уделять внимание подготовке людей, то потом меньше проблем будет. И меньше разводов будет. Меньше разводов, сто процентов. Да, интересный один момент такой. Вот когда мы уже, не большая конференция, а когда группа готовится, вот те, кто вот-вот поженится, у нас несколько раз было, когда мы проводили с ними занятия, десять уроков, рассказывали, говорили, то несколько пар, они после этого сказали, стоп, мы не женимся. Это было всегда и удивительно, и очень радостно. Потому что я, вот мы видели эту ситуацию, мы знали, что если бы они сейчас вот так и пошли бы вперед, была бы катастрофа. В некоторых случаях они совсем, они просто видели после этого, что, ну, не надо им вообще вступать в брак. Некоторые просто понимали, что нам нужно выждать какое-то время, год-два или решить какие-то проблемы и так далее. И вот эти вещи. И вот как бы уделяя внимание этой проблеме, я говорю, когда мы проводим конференции для молодежи, я говорю, приглашайте всех, начиная с 12 лет. Хотя со своими детьми мы с 10 лет говорим. Вот старшая дочка, когда ей было 10 лет, Рената посадила ее. И все эти вещи про интимные отношения, про то, какие проблемы, какие опасности, какие мы открыто, честно, много говорили. Ну, точно так же, как с самого детства мы говорили детям. С тех пор, как они начали понимать, с 5 лет буквально, об алкоголе, о наркотиках, о развратной жизни, об этих вещах всех. То же самое, про это мы говорим откровенно. И они должны как бы это слышать ни один, ни два раза. Мы говорим, 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 чтобы, когда они столкнутся уже в реальной жизни, они, опа, да, это же было, мы же это помним. И вот как раз я вижу, что вот необходимость для того, чтобы с молодежью не столько потом гасить, сколько предотвращать какие-то вещи. Ты видишь отклик со стороны служителя. Понятно, пастор твой, меньший брат, понятно, он тебя поддерживает в этом. Как реагируют пасторы? Ну, я же знаю, что это, наверное, наболевшая слезная тема. Очень, очень открыто. Пасторы очень открыты, потому что во многих церквах этому и уделяется внимание. Пасторы понимают эту проблему. Но, вот представляете, пастор церкви, да, и у него много-много-много обязанностей, служений, много категорий людей. И ты не можешь, вот невозможно 52 воскресенья в году говорить на тему семьи. Понимаете? Потому что есть и пожилые люди, есть и маленькие дети, есть разные категории, разное служение. И поэтому, конечно, для любого пастора здорово, когда кто-то может приехать и, ну, посвященно сделать какую-то тему. Знаете, еще интересная какая вещь? Что те же самые вещи, которые пастор говорит, 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 может быть, много раз, ну, и люди слушают, да, да, конечно. А когда кто-то приезжает и говорит то же самое, вот те же самые истинные люди, вот это да, откровение пришло, понимаете? Ну, а особенно, когда люди знают, что мы занимаемся семейным служением, да? У вас оно все в системе. Я почему это знаю? Потому что со стороны, однажды я присутствовал на одном из служений, когда ты в гостях здесь был, ты говорил на семейную тему. Я присутствовал, это в Сиатле было, кстати. И у тебя все, у вас разложено все в систему. Не просто скачкообразно, там, оттуда взял, отсюда, там, там, сам чуть-чуть тронул, попрыгал по темам и ничего не сказал. У вас оно разложено, как говорится, по полочкам. То есть мы говорим, это систематическое изложение того, что называется семья, то есть тема в фокусе семья. Да, то есть когда мы проводим такое мероприятие, то есть то ли это для молодежи добрачной, то ли это для брачных, или же это конференция о воспитании детей, у нас есть определенный спектр вопросов, которые мы стараемся осветить за это время. То есть, ну, не просто о том, о сём поговорить, а, ну, за эти годы как-то уже выработалась какая-то, ну, картина тех самых злободневных или самых ключевых вопросов, которые мы верим, или мы видим, что на данный момент нужно затронуть, коснуться, поговорить, и плюс мы ещё ориентируемся на те вопросы, которые люди всегда задают. Вот тогда, вот хорошо. Тогда готовы ли вы к практическому вопросу, который вот будет задан в прямом эфире? Ну, конечно, я отвечаю на все вопросы, даже если придётся сказать, что я не знаю. Хорошо. Раздался лично мне звонок не с тем, чтобы покритиковать кого-то из вас или осудить, а или выступить в роли такого критика в вашей ситуации. Лично мне позвонила мама и говорит так. Сыну 19-й, ну, уже на то время пошёл 19-й, наверное, уже 20 ему на сегодняшний день, и говорит так. Пастор Юрий, ну, вы много общаетесь и в церквах бываете, и в других штатах, и даже, ну, как, в других городах служите, я знаю. Я говорю, да, слушаю вас, чем могу вам помочь? Она говорит, мой сын, ну, как, одно время был блудный сын, то есть он ударился и в алкоголь, и всякий этот, к сожалению, всякую эту нечисть. И говорит, мы уже измотались с мужем, и слёзы, и плачем, и стоим перед Богом. Я говорю, вы, как обычно люди звонят, ну, в нужде поддержки, просто, чтобы мы молились, говорили об этом, когда совершаем молитвенный эфир в прямом эфире. Но вопрос не в этом был. Она говорит, помогите, пожалуйста, найти моему сыну хорошую, богобоязненную сестричку. А чтобы, ну, она, может быть, возьмёт его в руки, и у них получится хорошая семья, потому что, говорит, мы уже всё, мы чуть ли не в гейвап. Я бы хотел ваш ответ послышать, пастыре. Это, друзья, я говорю, я говорю со скорбью. Я не с тем, чтобы насмеяться, поймите, Бог видит моё сердце, но я знаю, что вы специалисты, Коля, ты специалист в области консультирования таких ситуаций. Что бы ты посоветовал маму? И таких мам, и таких пап в рамках нашей эмиграции есть. Чма. Пожалуйста. Если бы представить, что действительно кто-то нашёл бы этому молодому человеку хорошую, богобоязненную жену, то он не только бы свою жизнь испортил, как он это уже сейчас сделал, но и ещё кого-то сделал бы очень-очень несчастным. Потому что строительство семьи в первую очередь, в первую очередь, конечно, там нужны усилия и труд двоих людей, но в первую очередь мужчина, как глава семьи. Он задаёт тон, он ведёт семью, да, и она никакая хорошая, богобоязненная жена, которую ему кто-то найдёт, не может исправить его. Вы понимаете, что это может звучать шокирующе? Даже бог не может изменить человека, пока человек не согласится. Даже бог ждёт от человека, бог призывает, обличает, но бог не может взять, заломать руки человека и сказать, ты будешь делать по-другому. То есть, наверное, бог может, но он никогда этого не делает. И здесь, конечно, никто не поможет до тех пор, пока этот молодой человек не остановится, не начнёт искать лица Господа, исправлять свою жизнь. А вот в таком состоянии, как человек живёт, да, вот как уже было сказано, там, безбожно живёт, да, нету шансов построить нормальную семью, ноль. Абсолютно нет у него никаких шансов. То есть, мы понимаем. Ну, хорошо, постер Питер, когда ты перед сочетанием ты беседуешь с молодыми семьями, мы вращаемся вокруг этой темы же до брачных отношений. Вот, на что ты акцентируешь внимание? Ты акцентируешь внимание на том, как они прожили свою жизнь, или ты нацеливаешь на то, кем они будут вместе, или ты берёшь и того, и другого тебе слово, пастырь? Ну, вопросы предбрачной беседы или консультирования, они, ну, довольно-таки широкого спектра, сколько возможно уже, сколько позволяет время. но, конечно же, что мы можем сделать по сфере вопросов, которые относятся к добрачным отношениям, что, кем люди были последние 4 года или 5 лет, что они должны делать, или что они не делали, может быть, о некоторых вопросах уже поздно говорить. Почему мы сегодня снова возвращаемся к этой теме, что это надо систематическая работа, подготовки людей к семейной жизни. Но, когда мы говорим уже о вступлении в брак, через короткое время эти молодые люди будут вступать в брак, то мы уже, конечно же, что касаемся вопросов именно принципов священства брака, взаимоотношений, сфера интимных вопросов супружеской жизни, разрешения конфликтов, отношения к родственникам, к родителям, финансовая сфера, долги, финансы, кредиты, то есть отношения к старым друзьям, дружба между мужем и женой и так дальше. То есть мы уже касаемся этих вопросов, которые нужно, вот они сейчас, их нужно правильно решать, на них нужно иметь правильный взгляд. Но по этому вопросу, о котором только что вот был, как бы сказать, вопрос или внимание уделялось, то реальность показывает, что во многих жизнях молодых людей брак – это не решение проблемы. Очень часто проблемы нужно разрешить до брака, потому что некоторые думают, то вот, простите, пожалуйста, хандрит этого молодого человека или ее, как-то надо быстро выпихнуть их или женить его. но очень часто… Может, остепенится, да? Остепенится, да. Но есть, но отдельные редкие ситуации, ну я был свидетелем редких ситуаций, когда, ну ситуация как-то, ну это милость Божья какая-то, но тогда не были такие, ну крайне проблемные, может быть, вопросы в жизни молодого человека, но происходили, как бы сказать, ну они, ну, жили, женились и как-то понимали друг друга, приходила ли серьезность и так дальше, да. Но во многом, во многих случаях необходима действительно остановка, потому что в жизни молодых людей они не осознают, что семья, брак – это не просто что-то такое легкое, то, что будет исправлять жизнь людей, наоборот. То есть увлекательное путешествие в страну чудес. То есть это не то. Поэтому здесь нужно просто пересмотреть и увидеть серьезность, как бы сказать, этого вопроса и, может быть, даже порой остановиться и уделить внимание исправлению жизни и потом только, ну, вступать в брак, потому что я представляю другая сторона. Допустим, у нас с моей женой девять детей. И я смотрю на своих вот дочерей, и я как отец и как любой нормальный родитель, ну, я расчет своих детей, мальчиков, девочек. Вы знаете, мы молимся о них за будущее браке, семьи. И думаешь, растишь свою доченьку, любимую, дочерей своих, сыновей своих. Какие судьбы у них будут? За кого они выйдут замуж, на ком они женятся? И вот видишь иногда аналоги такие нехорошие, когда там ребенок выросший там духовно, всесторонне, окруженный заботой в прекрасной семье. И не дай Бог, где-то вот есть какое несоответствие, когда он выходит замуж и женится, и выходит, и другая сторона, ну, вообще, отношение к жизни, отношение к Богу, ну, никакое. И просто они порой могут становиться жертвою вот таких вот, 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 жертвою, вот таких вот ситуаций, когда другая сторона вообще этому не уделяет внимания. Божье благословение, страх божественный, вообще ничего для этих людей. И поэтому вот люди сходятся, и бывают вообще проблемы, когда другая сторона, она является жертвою, это будущий сын или будущая дочь, вступает просто в брак, в семью с человеком, который, вообще, другие ценности, другая сфера жизни, семьи, поэтому это такой очень тонкий вопрос. У нас были ситуации, ну, не один раз, несколько раз было, когда вот в ходе добрачных вот этих консультирований выяснялись какие-то серьезные проблемы, и мы говорили, мы не можем вас венчать, мы не будем вас венчать, потому что мы знаем, если вы поженитесь, вот с такими проблемами будут, это все, катастрофа. И в некоторых случаях молодые люди слушались, и слава Богу, они как-то вот решали, но были случаи, когда запретить мы все равно не можем в конце концов, даже если мы их не венчаем в церкви, все равно они, если решили, они поженятся. И каждый раз, это удивительно, каждый раз, когда мы предвидели эти проблемы, и мы отказывались их венчать, и люди все равно вступали в брак, каждый раз была катастрофа, без исключения. То есть всегда заканчивалось обычно. Начиналось вначале, что кто-то из супругов изменял, потом, ну в конце концов, были разводы, крахи, и, конечно, это очень трудно сказать двум влюбленным молодым людям, что, эй, или вам вообще нельзя жениться, вот, потому что один действительно посвященный другой, совсем там, безбожник, да, или вы не готовы, вам нужно подождать год-два года, и мало кто согласен ждать. Но бывали случаи, когда действительно люди прислушивались, и потом ты просто понимаешь, что люди, ну, как-то серьезно относятся к своей жизни. Ну, пастыри, вопрос, вот, относительно, мы перешли с вами уже в разряд, давайте перейдем, если мы готовы, перейти в разряд еще более наболевшего в нашем комьюнити, в сообществе нашем, это разводы. Потому что, если не будет первого, то, о чем мы говорили, обязательно оно приведет к этому негативному, к разрушенным семьям, к осиротевшим детям, то есть без отцовщины. При отцах, при мужьях, но без отцовщины. А вот интересно, многие зрители помнят, если вы 20, 25, 30 лет назад уже были верующим в церкви, жили тогда в Советском Союзе, то вы знаете, что не существовало разводов в христианских семьях. Точно. Вообще, я думаю, что первый раз, когда я услышал, что кто-то развелся из верующих, я уже был взрослым. То есть мне было, наверное, уже лет 17, наверное. Это был первый случай. И тогда это было так шокирующе. Это знаете, на что было похоже? Вот если бы сказал, что вот такой-то, такой брат Иван убил соседа. То есть вот по серьезности этого поступка, это настолько же было драматично, настолько же страшно. К сожалению, ситуация, с которой мы сталкиваемся сегодня, всего лишь каких-то 20 плюс лет спустя, она совершенно другая. И, к сожалению, у многих уже ну как бы такое снисходительное отношение. Ну вот так, вот так сейчас это происходит. А в самом деле, если мы смотрим на Писание, то с самого начала Господь установил, что Бог сочетал того человека, который не разлучает. Да коли смерть не разлучит, как говорят обычно на свадьбах. И, к сожалению, поменялось вообще даже отношение к этому. И, наверное, особенно когда мы смотрим ситуацию здесь, в Америке, по правде сказать, это странно даже, но ситуация здесь, в христианских семьях, хуже, чем то, что мы видим в России, на Украине. Ну, во всяком случае, как я могу видеть, я достаточно новый человек вот здесь, в Америке сейчас, но мне кажется, что дух Америки, вот какой-то, вот это отношение к разводам в христианском мире Америки, американском, он перешел на славянские церкви тоже. То есть это злой дух, получается. Это целая... Это атака, это 100%, это не случайность, это абсолютно целенаправленная такая, постоянно дьявольская работа, на разрушение семей. Это не обстоятельство, это ничто другое, это абсолютно... Это как бы усилия, которые дьявол направляет, чтобы полностью разрушить вот эти... Вот это... Бог учредил семью. Твоя практическая реакция. Я знаю, что обычно пастыры хватаются за голову от этих новостей в церкви. Вот как ты рассматриваешь, чисто практически даже, потому что это действительно то, что пастыр Николай сказал, это, наверное, в процентном отношении, если 60... Около 60% в Америке, это по статистике, такая горькая статистика, плачевная, и мы не говорим о мирских, не знающих Богах, мы говорим, к сожалению, об оцерковленных 60%. Жутко. 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 Пастыр, тебе слово. Ну, встречаясь с подобными ситуациями, когда в семьях происходят конфликты, и речь стоит или доходит до вопроса развода, конечно, мы стоим на библейских принципах, Бог прямо говорит, хотя в русском переводе оно звучит запутанно, странно, в книге Малахии, но там прямо говорит, я ненавижу разводы, Бог ненавидит разводы, и развод, ну, давайте скажем, ну, это недопустимо, скажем, в христианском мире, в церквях, допустим, позицию, прежде всего, на которую мы становимся. Существуют отдельные, крайние случаи, ситуации, с которыми мы встречаемся, видим в некоторых семьях, вникая в какие-то физиологические проблемы, которые не были, но решены или освещены, когда семья вступала в брак. Но основная как бы проблема, которую мы видим, проблема или свет, Слово Божье проливает именно на эту проблему, там говорится, спасайтесь от рода этого развращенного, от рода прелюбодейного и грешного. То есть основная проблема, которая сегодня заполняет этот мир, это дух прелюбодеяния, изменные, это, давайте скажем, как некоторые называют поклонение богу секса. То есть полностью весь мир погружен, все, вся реклама, спортивная реклама, практическая коммерция, часто движется на, как бы сказать, обнажение тел людей, это очень часто женщин. И поэтому основные, как бы сказать, проблемы, приходящие в семьи, это измена, это измена, это прелюбодеяние, это дух прелюбодеяния. Поэтому сейчас, может быть, не столько хотелось бы уделить внимание именно собой реакции, потому что мы встречаемся, и мы всячески, всячески работаем максимум до последнего, сколько можно, чтобы сохранить семьи, чтобы этого не стоило, молиться, поститься, беседовать, встречаться вместе, встречаться с отдельными, идем, как Иисус Христос сказал, несколько поприщ, поприщ, идем, 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 кажется, уже там, уже не надо идти. Но вот стоим, потому что просто понимаем, какое это зло, какое это разрушение, это люди должны подчеркнуть, перечеркнуть всю жизнь. Это не просто какая-то происшествия или боль какая-то, рана, это огромная рана на всю жизнь. Некоторые люди не представляют, потому что они обмануты, обольщены. Ну вот мы разведемся и будем жить своей жизнью. Нет, вы должны уничтожить все фотоальбомы, вы должны уничтожить, просто перечеркнуть свою жизнь. Дети, сироты и дух... Разорвать отношения со столькими людьми. Средний развод в христианском мире влияет как минимум на 300, на 500 человек. Болеют по статистике. Столько людей вовлечено с каждой стороны. И для каждого это боль. Для каждого это переживание. Для детей это катастрофа. Это передается вот это дух поражения. И если родители хоть немножко любят своих детей, если что-то доброе они могут пожелать своим детям в их будущей жизни, семье и браке, это сохранить свой брак. Сохранить свою семью. И поэтому, наверное, больше стоит говорить о том, что мы живем вроде прелюбодейном и грешном. Сегодня столько греха при современных технологиях. Сегодня огромная масса, огромный процент мужчин, которые вовлечены в порнографию. Они зависимы от порнографии. Они приходят к компьютеру, они садятся за клавиши и уже уже в этих пальцах уже работает определенный грех. Понимаете? Поэтому здесь просто необходимо какое-то категоричное такое, знаете, отношение. Просто категоричное отношение. Просто, во-первых, конечно, приближение к Богу. Конечно, восстановление отношений с Богом. Но второе, видеть, что за всеми этими, на первый взгляд, увлечениями, этими, как сказать, временными греховными наслаждениями стоит страшный грех, разрушение, стоит просто дьявол, который просто уничтожает, хочет съесть душу человека, разрушить семью, детей оставить сиротами. Поэтому, прежде всего, здесь просто церкви должны быть реориентированы, наверное, как служители, как пасторы. Мы должны более категорично, более прямо, более смело идти в направлении предотвращения вообще людей, семей от того, чтобы вообще держали свои пути далеко, как в Слове Божьем говорится, от этих дверей блудницы, которая сегодня в форме различных фильмов, эротических, порнографии, интернета, каналов каких-то, литературы извращенной. Сегодня она пытается влезть в каждую семью и разрушить каждую семью. И поэтому на этом участке также предстоит сделать огромную или делать огромную работу вообще как церкви, как народу, просто бить, как говорят, во все колокола. Во все колокола. Дело в том, что позавчера, наверное, позавчера мне положили на стол письмо. Это мать четырех детей. Мать четырех. Это наши телезрители. Мы, кстати, молились о вашем нужде. Пишет так, что вначале благословенная семья была и муж, и это мы несли даже какое-то служение хоровое, по-моему, в церкви. Затем муж начал по чуть-чуть употреблять алкоголь. Это вы пишете. И затем начал пропадать где-то ночами. И когда на мой, говорит, жена вопрос, от тебя несет алкоголь после каких-то там непонятных, как он говорит, где-то общения были какие-то братские, он уклонялся, нет, нет, это показалось. Потом пришло к тому, что он конкретно начал использовать алкоголь, потом измены, потом кончилось тем, что начал уходить к другой женщине. То есть я заметил, пастыри, что тенденции к тому, что начала обретать такие масштабы большие, что некогда здравые относительно алкоголя мужчины, воспитанные, которые мы были в нормальных, правильных традициях не прикасаться, отвергать и считать это непотребством и грехом, как Писание говорит. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть и вот к чему это привело. Я не с тем, мы искренне о вас молились, потому что вы об этом просите, чтобы Бог восстановил семьи, потому что вы не годите, чтобы четверо, по-моему, у вас детей осиротели и прочее, глядя это. Но это явно, это явно дьявольщина. По чуть-чуть, по чуть-чуть в холодильнике, по чуть-чуть, пиво, по чуть-чуть. Это же приводит, потом вот смотрите. Все начинается с малого. Тебе слово поставить. Хотя, кстати, еще Соломону было известно три с лишним тысячи лет назад. Он пишет, не смотри на вино, как она... Как она сприца. Забавно, что говорит, впоследствии, но как змей ужалит. Глаза твои будут смотреть на чужих жен и ты заговоришь развратное. То есть, алкоголь, он снижает вот этот стандарт, стандарты человека, его как бы чувствительность, да, и оно делает человека уязвимым для разврата. И это было известно во все времена, и никто не становится алкоголиком в один день. Не бывает так. Все же начинается с маленького, и есть вещи какие-то, которые люди по чуть-чуть позволяют себе. Нет, я только чуть-чуть, нет, я ограничена, но можно тогда с таким же успехом сказать, нет, я наркотики буду по чуть-чуть только колоть. Понимаете, что когда дело касается наркотиков, люди больше немножко понимают, что все, если ты начал колоться, ты станешь наркоманом. А когда дело касается алкоголя, люди думают, что они могут контролировать, но в конце концов, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Но в конце концов мы это знаем, что практически всех, что плохо закончили, начинали по чуть-чуть. А говоря вообще о проблеме развода, это проблема та же самая, что была в Ветхом Завете. Бог вначале сказал, что Бог сочетал. Иисус говорит, а вначале не было так, когда Бог сотворил мужчину и женщину. А потом говорит, Моисей, позволь вам давать разводное письмо, по какой причине? По жестокосердию вашему. И вот эта проблема разводов, это проблема жестокосердия. То есть, когда или один, или два человека из-за разных причин ожесточают сердце. И поэтому, когда пасторам, особенно вам приходится иметь дело, приходят люди, вот у них проблемы, и они начинают вам рассказывать, там то сказал, так сделал то, то, то. Проблема глубже. Проблема где-то вот кроется вот в ожесточении сердец. То вот в этом плане, когда человек начинает отступать, мало по малу, и чтобы разрешить проблему любой семьи, семье, да, которая вот где-то вот на грани, нужно смотреть глубже, нужно смотреть на проблему сердца, потому что уже произошло ожесточение. Иногда, знаете, что странно, иногда причины, с которыми люди приходят, очень незначительные, из-за которых они готовы развестись. То есть они то, то, то. Так люди, в чем дело? Ну, оказывается, сердца ожесточились. И любая мелочь раздражает, любое дело, оно просто приводит в злобу, в ненависть. И тогда нужно вот смотреть, чтобы произошло вот это смягчение сердец, чтобы пришло какое-то покаяние. И тогда, вы знаете, когда даже самая, самая, кажется, разрушенная семья, да, кажется, безвыходная, мы за эти годы столько насмотрелись, что бывали случаи, я говорил, это безнадежно, ничего здесь не будет, здесь ничего не поможет, да. Если люди только повернутся, да, и смирятся, да, перед Богом и начнут искать помощи, то все решится. Просто любая семья может не только восстановиться, но построить отношения лучше. Но это же все вопросы сердца. Да, да, да. Друзья, так стремительно идет время. Мы встречаемся со служителями, это благословенное семейство Кулакевичей, старший брат и меньший брат, это пастор Николай, пастор Питер Кулакевичей. И уникальное служение Николая Дамовича Кулакевича в том, что служение, которое вы с женой основали, называется «Вместе на всю жизнь». То есть на всю жизнь, то есть не на чуть-чуть. Да коли смерть не разлучит нас. Именно так. И вы можете быть приглашаемы, я так понимаю, в церквах. Почему? Потому что то, о чем мы сегодня говорим, я просто знаю, и то, что эти служители знают, и вы видите, не просто мы знаем, но мы видим яркую, негативную картину того, что является сегодня, сегодня семья, к сожалению. Поэтому вы проводите консультирование, служение душепопечительства вместе. Рената, для женщин, для девочек, а ты отдельно для мужчин, для мальчиков, для мужей. И сам семинар практически сейчас включает три дня или четыре дня. Как вы практически это делаете? Мы стараемся делать, чтобы хотя бы это было три дня, потому что любая, любая как бы тема, которую мы затравим, то ли молодежи, то ли семейные, то ли воспитание детей, столько, много всего, что нельзя за один-два вечера сделать. Конечно, мы стараемся провести три дня, это может быть пятница или пятница вечер, или четверг вечер, пятница вечер, суббота весь день. Если будет какой-то видеоматериал у вас, пастор Николай, с Ренатой, мы открыты, также и для тебя, пастор, открыт, тоже, для того, чтобы это было благословением для многих из вас. Я просто в духе чувствую, что это будет здорово. Мы любим вас. Спасибо, что вы сегодня были с импактом. Будьте на нашей стороне, потому что мы на вашей стороне. Всего хорошего. С Богом.